На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Гомель в товарищеском матче обыграл Локомотив. Матч между двумя представителями областного центра проходил на арене крытого футбольного манежа стадиона Луч. Зелено-белые забили по голу в каждом из таймов. Экс-железнодорожник Андрей Соловей на 19-й минуте открыл счет в матче, реализовав пенальти. После перерыва отличился Игорь Костров. Мяч под перекладину ворот Локомотива российский полузащитник переправил на 55-й минуте. Гомель и Металлург в хорошем настроении уходят на международную паузу. Обе дружины добыли победы в матчах экстралиги чемпионата Беларуси. Столевары прервали беспроигрышную серию в матчах против Шахтера, длившуюся с февраля 2020-го. На выезде жлобенчане обыграли Горняков 4-1. Хит-трик на свой счет записал Войтихов. У Михнова шайба и два ассиста. За хозяев забросил Малиновский. В таблице чемпионата Металлург отстает от четвертого места на 6 очков. Гомель со скрипом одолел неуступчивый в последнее время Могилев. Причем Рыси дважды были в роли догоняющих. Оба раза вперед свою команду выводил Слыш. Гомельчане ответили голевыми бросками Бойко и Хаматова. Больше в основное время шайб команды не забросили. В овертайме победу Гомелю принес Скоринов. Рыси в таблице на третьем месте. До Шахтера 5 баллов. Возобновятся матчи экстралиги 16 февраля. Ничья в областном дерби. В 13-м туре чемпионата Беларуси по мини-футболу БЧ и ЦКК не выявили сильнейшего. Команды встретились на паркете локомотива в областном центре. К 8-й минуте железнодорожники уверенно вели 3-0. Гости с таким ходом событий были не согласны. В течение шести минут Светлогорская команда не просто сравняла счет, но и вышла вперед 4-3. На перерыв соперники все же отправились при равных цифрах на табло. Паритет установил Дядечкин. Во втором тайме железнодорожники дважды выходили вперед, однако гости неизменно отыгрывались. Как результат ничья 6-6. Гомельский ВРЗ свой матч 13-го тура проведет 9 февраля на паркете локомотива. Соперник Динамо БМТУ. Начало в 18.30. Мужская и женская команды гонбольного клуба Гомеля держали победы в очередных матчах чемпионата. С стороны подопечные Андрея Мочилова в гостях были сильнее Могилевского Машеки. 28-22. Сергей Орловский самый результативный в составе гомельчан. 7 голов. 13 февраля Гомелю на выезде играть с лидером чемпионата Мешков-Брест. В турнирной таблице гомельчане располагаются сразу за мешковцами. В дивизионе рангом ниже Гомель-2 обыграл столичный РЦОП. 38-35. Женский гонбольный Гомель удачно съездил в гости к столичной звезде. Победа гомельчанок 30-17. Виктория Дивак отличилась девятью заброшенными голами ворота соперниц. В турнирной таблице команда Томожа Чатара при равенстве очков по дополнительным показателям опережает главного конкурента БНТУ БелАЗ и располагается на первой строке. 13 февраля гомельчанкам дома играть с Витебчанкой. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Редактор субтитров А.Семкин